Финалисты конкурса проектов межрегионального форума «Иволга» защитили работы перед экспертным советом. Имена победителей вот-вот огласят на церемонии закрытия форума. 12 лучших проектов в сфере IT, сельского хозяйства, туризма. Репортаж с защитой претендентов на 300-тысячные гранты над Ниной Ваниной. Анастасия Денисова решила, что путь к сердцу членов жюри лежит через желудок. На презентации ее команда устроила дегустацию сыра. Частная сыроварня – ее проект. Девушка из Самарской области учится в сельхозакадемии, руководит крестьянско-фермерским хозяйством и строит планы на расширение бизнеса, которые звучат вполне убедительно. Я бы его поддержала. Будучи врачом, я точно могу сказать, как нам не хватает продукта для здорового питания и как необходимо нашему населению продукты без консервантов. Сыроварня поможет и камерой для возревания тем, что в сыроварню можно загрузить молоко, и оно подогреется до определенной температуры, оно не подгорит, не испортится. То есть ты будешь уверен в качестве продукта. Вообще по частным лицам идет реализация. Затем будут подключаться социальные сети, создание собственного сайта. Заявок в этом году было больше тысячи. На федеральный этап прошли около трехсот. Двенадцать самых-самых перед нами. И значок «Я лох» на груди Марии Кисленой из Саратовской области – это вызов стандартам. «Лох» – это деревня, туристическое направление которой девушка развивает. Не просто на создание брендбука, а именно на живой процесс общения, на интересы жителей. И не просто кому-то показать, что вот у нас здорово, а чтобы сами жители почувствовали, что мы можем менять к лучшему. Мне кажется, у нас уже как раз они подготовлены морально и знают, что действительно мы сами в ответе за свою территорию. Много нужно еще работать с молодежью в области прав на интеллектуальную собственность. Какие формы охраны существуют, как их получать, какие выбирать. В этом году каждый окружной молодежный форум России выбрал себе направление для федеральной смены. Участники на нее съехались со всей России. На Иволге – это смена инновации. Работы по материаловедению, IT, биомедицине в числе финалистов. В частности, в ракетно-космической отрасли регион Самары является лидером, одним из лидеров в России по таким инновациям. И проектный подход, о котором Ивасич говорил, он сегодня востребован не только на молодежных форумах. Сегодня говорят об этом и в мировые тренды, и в государственном управлении. Проектный подход заключается в том, что мы сегодня формируем на форуме, и впервые это происходит на форуме Иволга в качестве окружного форума, мы формируем проектные команды. То есть соединяем ребят из различных отраслей, которые занимаются решением прикладных задач для наших предприятий. Как раз об этом речь шла на круглом столе по вопросам развития молодежной науки. Прошел он прямо на поляне. Руководители регионов, представители сфер образования и бизнеса говорили о том, как сделать инновационное производство привлекательным для молодежи, научить коммерциализировать бизнес-идей и получать прибыль. Нина Ванина, Дмитрий Столяров, Новости губернии, Смост-Рюковских озер.